Итак, мы дали определение понятию онлайн-обучения, разобрали виды онлайн-обучения, описали преимущества такого обучения. Теперь давайте ответим на вопрос о том, какие же существуют платформы или программные обеспечения для онлайн-обучения. Эти платформы еще называют системами дистанционного обучения, и здесь спектр очень широк. От простых HTML-страниц до сложных платформ с широким набором функциональных возможностей. Говоря о сложных платформах, обычно имеют в виду системы управления обучением или системы управления учебным контентом. Именно такие системы заслуживают нашего внимания, так как они позволяют выстроить удобный инструментарий для обеспечения качественного обучения в формате онлайн. Ко всем этим системам предъявляется два важных требования. Во-первых, там должна присутствовать возможность организовывать элементы учебного процесса в понятный и удобный алгоритм. И во-вторых, там должна быть возможность управления и контроля уровня получаемых знаний. Поэтому все платформы онлайн-обучения во многом похожи друг на друга. Они могут отличаться интерфейсом, дизайном, структурой, но имеют схожую концепцию. Каждую платформу для онлайн-обучения можно охарактеризовать по следующим критериям. Во-первых, это функциональность. Это наличие у платформы возможности добавлять такие элементы курса, как лекции, тесты, чаты, форумы, а также управлять элементами курса, анализировать активность обучаемых и так далее. Далее, стабильность. То есть, насколько устойчива та или иная платформа для онлайн-обучения при различных режимах работы и нагрузке в зависимости от степени активности студентов. Это удобство использования. Это, наверное, один из важнейших параметров. Насколько интуитивно понятна та или иная платформа, насколько она удобна. Обучение – непростой процесс, поэтому важно, чтобы он не усложнялся излишне неудобным интерфейсом. Причем удобно это должно быть не только для студента, но и для администратора учебного заведения, для тьютера, для преподавателя. Далее, стоимость. Да, есть бесплатные платформы для онлайн-обучения, а есть и очень даже недешевые. Цена складывается из стоимости покупки платформы и дальнейшего сопровождения. Еще один критерий – это модульность или гибкость. Онлайн-курс может состоять из нескольких модулей или блоков, когда курс делится по разделам, и на каждый раздел отводится определенное время. Платформа для онлайн-обучения должна позволять это делать. И, наконец, мультимедийность. Платформа для онлайн-обучения должна иметь возможность использования в процессе обучения не только текстовых файлов, но и графики, аудио и видео. На сегодняшний день существует огромное количество платформ для онлайн-обучения, которые удовлетворяют всем перечисленным нами критериям. Давайте посмотрим на конкретные примеры, наиболее часто используемые для организации учебного процесса в русскоязычном мире. Во-первых, это Moodle. Это та платформа, которая выбрана нами для данного курса. Именно на ней вы будете его проходить. Moodle – это аббревиатура, которая означает следующее. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда. Это бесплатная система управления учебным процессом с открытым кодом. Это разработка австралийских программистов, которая стала, я думаю, на сегодняшний день самой популярной и массово используемой в мире. На официальном сайте приводится статистика, согласно которой этой системой на сегодняшний день пользуются более 18 миллионов человек. А количество созданных с ее помощью курсов приближается к 2 миллионам. Платформа Moodle переведена на десятки языков, в том числе и на русский, и используется в 197 странах мира. И неудивительно, что эта платформа так популярна. Moodle позволяет эффективно организовывать процесс обучения. Здесь имеются такие возможности, как проведение семинаров, тестов, заполнение электронных журналов, включение в урок различных объектов и ссылок из интернета и многое-многое другое. Платформа Moodle позволяет вести учет студентов, назначать и определять права доступа пользователей к учебным материалам, создавать роли, управлять ими, вести отчетность и статистику об обучении. Преподаватель может видеть, кто из студентов просматривал тот или иной элемент курса, в какое время и с какого IP-адреса. Система Moodle позволяет осуществлять контроль и оценку уровня знаний. Эта платформа доступна, простая в использовании, обладает высокой производительностью. Поэтому среди бесплатных платформ для онлайн-обучения Moodle сегодня это наиболее удачный выбор. Эта платформа не уступает по своим возможностям платным системам. Более подробно с системой Moodle вы еще познакомитесь в процессе прохождения этого курса. А также можете обратиться к официальному сайту moodle.org. Другая платформа WebTutor. Это достаточно популярная платформа для онлайн-обучения от российского разработчика компании WebSoft. Она состоит из нескольких блоков. Блока редактирования элементов курса, блока управления учебным процессом и блока обмена информацией с внешними системами. По сравнению с Moodle у платформы WebTutor не очень удобный интерфейс. А также для построения учебного процесса возникает необходимость докупать дополнительные модули. Еще одна разработка российских программистов – это платформа Prometheus. Эта платформа имеет модульную архитектуру, когда для каждой отдельной роли в учебном процессе создается свой модуль. Платформа Prometheus используется в известных российских вузах, таких как, к примеру, Месси, МАИ и МГТУ имени Баумана. Есть еще одна достаточно известная платформа, которая называется A-Tutor. Система создана канадскими разработчиками. Она включает в себя весь необходимый инструментарий для онлайн-обучения. Имеется русскоязычная версия. Можно упомянуть еще одну платформу для онлайн-обучения – это платформа Sakai. Эту платформу, к примеру, использует латиноамериканское и христианское учебное заведение Prometa. На этом мы с вами остановимся. Как вы уже смогли догадаться, существует достаточно много платформ, причем то и дело появляются новые. Разобравшись с одной платформой, вы без труда сможете освоить и все остальные. Итак, мы с вами ознакомились с основными характеристиками и возможностями платформ для онлайн-обучения. Далее, в следующей лекции мы еще раз поговорим с вами о том, что необходимо для успеха в онлайн-обучении, какими базовыми навыками и техническими знаниями вы должны обладать.